На юбилейный вечер, посвященном 65-летию завода, зал «Искры» был полон. И это та малая часть рабочих, которая создавала и создает немеркнущую славу предприятию. Та теплота, сердец, которая есть у наших ветеранов, у работников завода, она именно помогает нашим новым жителям вдохнуть в себя ту атмосферу, атмосферу старого видного, атмосферу Ленинского района, заразиться вот той энергией, которой наделены именно вы, сотрудники Московского коксогазового завода. Сегодня на предприятии трудятся более тысячи рабочих, которые продолжают традиции, заложенные ветеранами завода. Это и культура производства, и, конечно, качественные показатели. Завод до сих пор преслетает, свой завод ценят, любят. Пожелать успехов молодежи. Ну и брать пример со старшего поколения, которые прошли и 50-е, 60-е, 70-е годы, и особенно 90-е годы. Вот успехов. На торжественном вечере много теплых слов говорилось в адрес заводчан. Ведь теперь предприятие гордится не столько количеством, сколько качеством своей продукции. Наш кокс востребован металлургической промышленности при производстве чугуна. Мы с гордостью сегодня можем сказать, что мы пока в России фактически единственное предприятие, которое может предложить покупателям кокс с минимальным или низким содержанием фосфора. Московский коксгазовый завод прославил наш край. Но о видновской земле знают еще и по мотобольной команде, созданной в 1971 году на базе предприятия. И очень символично, что Вячеслав Фетисов, заслуженный тренер страны, государственный деятель, из своей рабочей поездки в этот день по-видному уделил внимание заводчанам. С праздником вас! Обязательно вернусь сюда. Мне здесь очень понравилось. Успехов. Ветеранам наших доброго здоровья. Молодежи, занимайтесь спортом. Это не только голодчики секунды, это сегодня настроение. Тон праздничному концерту в честь юбилея завода задала Илона Броневицкая. Людмила Медведева и я, Дамия, Елена Кошлева, Видное ТВ.